Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Налогом и страховым взносом ожидается, что в результате создания ТАССР в Вятских полянах ежегодный прирост объема инвестиций составит не менее 5%. Налоговые поступления в местный бюджет вырастут с 1 до 6,5 миллионов за 9 лет. Программа Экономика. Завод 1 мая будет сотрудничать со странами СНГ. Об этом заявил исполняющий обязанности зампреда правительства Максим Кочетков. По его словам, сейчас завод обеспечен заказами. Подписан контракт с РЖД на изготовление в этом году 20 изделий, а в 2018 еще 20. Планируется сотрудничество со странами СНГ, Белоруссии, Казахстаном, Узбекистаном по вопросам поставки изделий для нужд железной дороги. Кировское предприятие столкнулось с трудностями несколько лет назад, когда после кризиса 2008 года сильно сократились объемы закупок заводской техники. В 2014 и 2015 годах деятельность предприятия была убыточной. В январе 2016 года была введена процедура внешнего управления. Экономика. На 101 ФМ. Кировчане стали охотнее брать ипотеку. К такому выводу пришли ВТБ-24 в Кировской области. На начало июля ипотечный портфель банка составил 9,7 млрд. рублей. Это на четверть больше, чем год назад. Рост портфеля удалось достичь благодаря увеличению объемов выдачи за полгода. Они составили 1,7 млрд. рублей на 20% больше, чем за первые полгода 2016. Управляющий ВТБ-24 в Кировской области Роман Горинов считает, что кировчане стали охотнее брать ипотеку на фоне снижающихся цен на жилье и низких ипотечных ставок. Рекордные объемы выдачи ипотеки отмечаются по всей стране. Выдано 770 млрд. рублей. Больше не выдавалось за всю историю ипотеки в России, говорят эксперты АИЖК. К другим новостям. Правительство поможет Крину. Предприятие в октябре должно покинуть площадку, на которой работает. Этого требует собственник помещений. Правительство теперь планирует провести ряд совещаний по этому вопросу. В последние полтора года Крин искал новую производственную базу, но поскольку для выпуска измерительного инструмента требуются особые условия, оптимального варианта для размещения производства так и не было найдено, сообщают в правительстве. В качестве одного из предложений есть вариант переезда в один из промпарков. Из логистического центра «Пятерочки» Кирово-Чепецку нужна новая дорога. Центр откроется в ноябре. Через город поедут сотни фур. Сначала ритейлер обещал соорудить полосу торможения, но теперь об этом разговоры не ведутся, приводят слова главы администрации Чепецка Михаила Шинкарева «Портал Айкиров». По словам чиновника, планируется реконструкция трех путепроводов. Общая протяженность работ – почти 8,5 километров, стоимость 800 миллионов рублей. Сдать новую дорогу хотят в третьем квартале 2018-го. На продукции ряда кировских предприятий появится знак НСС. Они подтвердили соответствие товаров требованием ГОСТа. Это первые итоги госпроекта – национальная система сертификации. Знак системы появится на продукции компании «Слободской хлеб», «Вятич» Кировский молочный комбинат. В ближайшее время к ним присоединятся холдинг «Здраво» и булочно-кондитерский комбинат. Национальная система сертификации была создана в конце прошлого года. Предприятия могут добровольно пройти оценку соответствия продукции требованием национальных стандартов. В завершении коротко несколько цифр. 400 миллионов рублей потеряла области за новых нормативов перечисления акцизов на топливо в федеральный бюджет. В три с половиной раза за месяц выросло число транзакций по картам системы «Мир» в Кировской области. Их осуществлено 134 тысячи. 329 тысяч рублей пенни заплатит компания, которая строит спорткомплекс Новоровского, потому что не успела в срок перенести теплотрассу со стройки. И о валютах. Доллар сегодня 59,25. Курс евро 69 рублей 65 копеек. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Может айтоперен50. Они не будут, что существует сатämä и отправля penlasir на 3-4-99. Они не будут сат Çok Mitarbeiter. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на有一 instances oilбрн. Вот эта альбрена «Экономica» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на международное зелете